Сейчас уже названы даты, когда будет проходить мирный саммит конференции. И было заявление главу офиса президента Андрея Ермака недавно, что для нас является большой целью, мы хотим видеть там Китай. Как вы считаете, Георгий, давайте я обещал с вас начать этот вопрос, достаточно ли наша дипломатия работает, работала и смогла сделать для того, чтобы Китай действительно оказался? И вот ваше мнение, будет ли Китай на этой мирной конференции в Швейцарии? Повторю еще раз, на мою думку, наша дипломатия працює вкрай погано. И это происходит не только теперь, а и перед тем периодом, когда у нас началась война в Украине. Потому что пока говорят дипломаты, мовчают громады. Что до того, что будет там Китай, мне, честно, не знали никаких данных таких, которые могли бы мне давать возможность ствердно говорить, что будут или не будут. Я надеюсь, что будет там представлено Китай, потому что я понимаю, что их появление там – это сигналчик до возможных позитивных, скажем так, развязок в этой мирной истории, в мирных переговорах, в мирной конференции. И я так же понимаю, что Китай, как там где-то писал, что они, або и турки там, натякают прозоро, что хотели бы, чтобы это вопрос, раз это касается проблемы войны в Украине, что тут мали бы брать участь и представители края-агрестора. Понимаете, что мы против этого, потому что они там варварски напалили на нашу Украину и продолжают там знищиваться, вбиваться на территории Украины. Но мы же так же понимаем, что без того, чтобы эти варвари зупинились, мы дальше маем те в Украине, что маем сейчас – убийство, руйнувание, втеча громадян и так далее. Тому нам треба, каким-то чином, все-таки, чтобы будь-хто из наших партнеров, будь-хто просто из цивилизованного света, зміг достукатися до этих агресоров и переконати их, что нужно за стил переговоров и разобраться, если у них есть серьезные какие-то там, не знаю, ну давайте мы разберемся, что вы хотите, на каких подставках, на каких подставках вы там, не знаю, претендуете на крим. Давайте говорите на эти темы. Мы пока не хотим говорить, ни они, ни мы, ни бы то. И каждая сторона говорит, да не им треба для того, чтобы перепочти и набраться сил, а другая сторона говорит, нет, то им треба. Байду же, треба зупинити, чтобы не стреляла, не проливалась кровь на нашей земле. Понятно. Георгий, и очень короткий вопрос. Если Китая там не будет, лично вы будете считать это провалом украинской дипломатии, либо не все зависит от нас? Украинской дипломатии завжди, пока в Украине идет война. Незалежно от того, чем будет там Китай или нет. Они просто плохо работают, поэтому у нас война в Украине. Спасибо. Андрей, не повторяю вопрос, тот же самый. Вообще, я вам честно скажу, я поражен смелостью господина Мазураш. Пана Георгию, я снимаю перед вами шляпки, стоимость вашей критики нашей дипломатии.